Дмитрий, не планируете ли делать интервью с историческими личностями западного мира? Пока нет. Я все-таки вспахиваю нашу почву, и до западных исторических деятелей я не дошел. Спрашивают, и пока не хочется доходить, спрашивают об интервью с Владимиром Кличко и с Андреем Данилко. В планах и Владимир Кличко, и Андрей Данилко. Конечно же, в планах, и мы на эту тему не раз говорили. Вы жалели когда-нибудь, что Немцов не стал президентом в 2000-х? Очень жалел, но Немцов не мог стать, Борис, президентом России, потому что Россия, к сожалению, очень консервативная страна имперская, и таким людям, как Немцов, на президентском посту места не было. Приедете ли вы на программу «Вечер с Соловьевым», если он пригласит? Ну, во-первых, он не пригласит, во-вторых, не приеду, потому что я по принципиальным соображениям после 2014 года, после событий 2014 года не езжу в Россию. Я не был в России с января 2014 года, вот как взял там интервью. Я вчера только вспоминал, у кого же я взял интервью в тот крайний приезд в Москву. Это был кинорежиссер Натансон, покойный уже. Это была Людмила Нарусова, Татьяна Егорова, актриса, которая написала книгу об Андрею Миронове. Это была актриса Елена Санаева и актер Смоляков, замечательный актер. Вчера как раз смотрел фильм с ним, с его участием, и начал вспоминать, у кого же я брал последний приезд в крайний, скажем, приезд в Москву интервью. С тех пор ноги моей в России не было и не будет до тех пор, пока Россия не отдаст Украине украденные территории, не извиниться за это хамство, за агрессию по отношению к моей родине. Исключение может быть только одно, чтобы я приехал в Россию интервью с Владимиром Путиным. Вот на это интервью я обязательно приеду. До сих пор стоит перед глазами ваше интервью с Лолитой. Как вы выдержали? Она просто включала дурачка, когда вы говорили о Крыме и Донбассе. Она оправдывала подонка Соловьева. Как с ней можно общаться и дружить? Значит, смотрите. Я к Лолите очень хорошо отношусь по-человечески. Нас связывают годы дружбы. Она замечательная, умная. Она киевлянка. Она прожила много лет в Киеве. У нее замечательная мама Алла Никифорова. Лолита человек, который имеет право на свою точку зрения. Кроме того, я просил бы многих, прежде чем кого-либо осуждать, попробовать встать на их место, залезть в их шкуру. Ну хорошо, человек, я не о Лолите, но о любом другом. Человек скажет, Крым украинский, живущий в России. А ему же дальше жить в России. Его преследовать начнут. Зачем? Вот мне говорят иногда, а чего вы там такого-то не спросили в интервью? Чей Крым? Я отвечу сейчас. Я не спрашиваю многих россиян, чей Крым, по той причине, что знаю, что они ответят Крым украинский или готовы ответить, или хотят ответить Крым украинский. Но я не хочу, чтобы их притесняли в России, чтобы им статьи шили, чтобы их сажали, чтобы у них отнимали возможность заниматься любимым делом. Зачем, если ты к человеку хорошо относишься, его подставлять? Поэтому не судите всех строго, надо думать.